приветствую охотников за трофеями добро пожаловать на канал fan games сегодняшнюю серию мы начинаем с замка асина с идола додзё асина и пойдем сразу на первого мини-босса здесь лично я воспользовался скиллом атака тени он мне очень вкатил конкретно набиты с этим мини-боссом потому что он позволял держаться на расстоянии то что этот вблизи чувак очень очень больно бьет сейчас я продемонстрирую вам как это все работает получилось на самом деле не очень круто но это была первая попытка в принципе использование этого скилла и когда так получилось что сразу же этого мини-босса и завалил то есть даже с ошибками в принципе ничего сложного главное рассчитать расстояние до мини-босса не вставать слишком далеко плюс этого скилла в том что если вы не попадаете по противнику то он и не расходует эмблемы духа то есть у вас будет засчитываться только все успешные попытки использования скилла здесь немножечко лоханулся сразу видите не нанес крит но исправился быстро а теперь когда закончились эмблемы духа скилл все еще можно использовать но он делает лишь только выпад и не делает добивающую атаку что на самом деле принципе все еще хорошо потому что урона тем не менее по боссу выносите довольно много на самом деле с большим нетерпением ждал сегодняшней серии то что здесь будет два моих самых любимых босс файта то собственно демон и и сина сина реально очень крутые сражениями очень вкатили но прежде всего конечно же объем оставшихся мини-боссов до собираем все оставшиеся бусины можете видеть что если чувак все-таки по фам попадает то наносит он на процентов 80 или 70 трона по вашему здоровью one hp я выжил так что желательно все таки правильно рассчитывать расстояние и все будет хорошо я по-любому ударить здесь до ударился не отпрыгнул и пофигу принципе то босс уже готов получаем 38 бусину еще две осталось еще два мини-босса сразу идем к следующему теперь нас интересует идол резервуар асина здесь я поступаю на на самым распространенным способом используем леденец гатиина или гайтина как он там называется короче леденец на невидимость а также используем ниндзюцу кукловод который мы уже использовали неоднократно применяем кукловод на мобе и вдвоем с ним скажем так в два смычка лупим мини-босса еще один вариант есть который я не пробовал это можно вместо того чтобы использовать ниндзюцу кукловод сначала прийти убить бэкстебом моба потом убежать от мини-босса снова к нему вернуться и также бэкстебом снести ему первую полоску здоровья я это не пробовал но мне кажется что эта схема вполне рабочая все 1 волосочка готова у босса отлично не самый сложный чувак с копьем на самом деле вот этот я обожаю делать застревание но вся большая проблема чуваков с копьями то что они достают вас реально за километр я вот пытался отпрыгнуть но видите в воздухе он меня в общем-то и словил ну здесь отдача уже чисто по неоднократно проверенной тактике через фейерверки хотя в принципе босс не сложно парируется и блокируется повезло два раза его подлогите на микире ну в общем-то и готов 39 бусина осталась одна шакардос теперь идем собственно на следующего мини-босса идол старая могила для начала необходимо добежать до следующего идола здесь можете видеть что отстроился мос мост мост достроился мост и теперь мы можем по нему пробежать в окраины асина здесь просто всех игнорим пробегаем вперед нас интересует следующий идол будет тот идол где мы сражались в первый раз с великаном в колодках можете видеть что локации немножечко изменилась новые противники новые сооружения плюс все в огне набираемся до идола активируем его отдыхаем и уже отсюда пойдем на мини-босса первую полоску ему как всегда будем сносить по стелсу я тут предварительно рядом с мини-боссом уже всех зачистил в принципе как я обычно это делаю думаю у вас тут как бы не составит проблем всех убить разберетесь только обращу ваше внимание на то что вот сейчас здесь справа на этой платформе будет сидеть моб главное убейте его иначе он вам все сфейлит прыгаем к пацану делаем первый бэкстеп и все здесь у меня проявил проявилась во всей красе мое редкое заболевание которое называется dark souls головного мозга симптомы его в том что на некоторых про противников я начисто забываю про то что их можно парировать и начинаю как дебил просто кувыркаться вокруг них ну вот не знаю то есть допустим мне там подсказывали в комментариях предыдущим выпуском да что можно парировать луч сети мэна что можно парировать удары быков и так далее я почему-то про это забываю и и на некоторых противников начинаю играть и dark souls я не буду убивать этого пацана отсюда просто хотел показать вам что если у вас с ним проблемы вы можете как бы чистить его через дверь он как бы сюда пройти не сможет а вы можете там каким-нибудь длинными атаками выпадами копьем там и так далее его отсюда добивать я буду выходить и драться с ним уже по-нормальному ну относительно по-нормальному учитывая что я здесь почему-то снова его не парировал почему-то если противники чуть больше чем обычные рядовые чуваки у меня складывается впечатление что их нельзя спарировать и не знаю почему так но игра построена таким образом что здесь парируется вообще все атаки всех противников кроме критических соответственно так что этот бой будет не такой красивый как на предыдущий например но тем не менее противник не сложность такими чуваками мы уже неоднократно встречались они все принципе убиваются по одному шаблону ходим его слева наносим один два три удара и зачем-то блин отпрыгиваем назад кто-то стоя смотрю на этот бой и саму смешно ладно что было то было на мини боссах вообще не стоит заострять внимание на самом деле не настолько интересные противники чтобы переживать что ты их хреново убил я успел отлично ну и все сороковая бусина шакардос теперь самое время бежать к идолу прокачивать здоровье и концентрацию на максимум и получать заветный трофей так ну а следующим шагом будет немножечко фарма друзья дело в том что замок осина в огне является единственной локацией где фармится важный ресурс гремучая ртуть то есть нигде ранее в игре вы его найти не сможете так же нигде не сможете купить это очень классное место для его фарма потому что здесь он может выпадать абсолютно с любого из убиваемых мной противников они все убиваются очень легко с помощью бэкстебов почему так важно фармить гремучую ртуть сейчас я кстати рекомендую все необходимое количество для прокачки протезов сфармить именно сейчас на первом прохождении чтобы вам на втором прохождении вообще в принципе не пришлось сюда идти до этой локации можете видеть что с этого чувака мне собственно одна единичка ресурса и выпала здесь также валится неплохо опыта поэтому я рекомендую заодно еще и прокачать скиллы которые увеличивают вам шанс выпадения предметов с мобов как бы два в одном так сказать и скиллы качаете увеличиваете шанс дропа вот смотрите я показываю для примера что практически на все улучшения последнего уровня нужна эта самая гремучая ртуть как бы без нее не деться никуда я потратил на фарм минут 20-30 наверное все сфармил так что в принципе ничего сложного думаю что вы также быстро все это сделаете но кроме того кстати гремучая ртуть она раскидана в принципе по всей локации так что внимательно все осматривайте там ну не знаю мне кажется единица 5 вы сможете просто найти валяющимися здесь на локации и в замке асина и в окраинах асина в том числе но теперь двигаемся дальше а точнее возвращаемся как бы на самое начало игры чтобы пойти с боссом у нас по списку демон ненависти собственно добегаем до этого идола так как у нас телепорт внутри локации битвы с боссом внутри арены здесь у нас уже как бы нормальный идол на который вы в дальнейшем сможете телепортироваться битва происходит на месте сражения с дёбу масатака у него с тем чуваком на коне на самом деле ребят честное слово это сражение не очень сложная здесь все решает знания мувсета этого босса а также запомните одну простую вещь вы должны просто максимально приклеиться к боссу всегда быть около него вот единственный да единственный момент от которого я бомбился это невозможность отменить свои атаки я уже говорил об этом много раз то есть сейчас я видел что мне нужно прыгнуть но у меня все еще не закончилась анимация удара поэтому я подпрыгнуть не смог и огреб да и еще как я сказал дираса к боссу нужно всегда очень близко просто максимально тогда вы просто будете игнорировать большинство его рейнджовых атак рейнджовые атаки у него самые сложные самые противные больше всего дамажит и так далее отбегать от него нужно лишь в одном случае как я это сделал сейчас когда он подпрыгивает наверх вы просто бежите в сторону потом делаете прыжок и с помощью крюка к нему обратно прилетаете атаки ногами разумеется как и все остальные атаки в этой игре блокируются и парируются ну в принципе их можно легко избежать уклонением а можно заблокировать как бы кому как удобно ну вот в общем то и все реально даже добавить то и нечего просто учите его мувсет из фазы к фазе он не особо сильно отличается нам добавляется буквально по один-два новых удара на каждой следующей фазе так что думаю что быстро разберетесь вот эта вот атака как я уже говорил она очень легко уклоняется подпрыгиванием здесь вам тоже необходимо подпрыгнуть после того как он бьет по площади огнем ну вот в общем то и все по моему на второй фазе ничего нового у него уже не будет как всегда отбегаем это мы так уже знаем цепляемся крюком подлетаем бьем и снова быстро быстро бежим к боссу опсы ножичка греб и еще раз ничего страшного снова отбегаем снова подпрыгиваем в общем все одно и то же как бы битва не особо сложно реально ну то есть по крайней мере я слышал отзывы от многих там что вот там на демона ненависть и там потратил целый день едва убил ну я не сказал что конечно я с первой попытки его убил и даже там не с пятой но мне кажется ну не знаю минут сорок или час я на него потратил примерно сколько там могло у меня быть попыток даже и не посчитаю вот что значит не находиться очень близко к боссу будете огребать такими вот жесткими атаками наносим как можно больше дэмэджа блочим и топим к нему очень очень быстро ну вот и все переходим к третьей фазе на третьей фазе будем пользоваться свиском самым прокаченным это будет стагерить этого босса можете нанести ему до хренище просто дамага Свисток можно использовать всего лишь три раза К сожалению, здесь я лоханулся, здесь босс застагирился И я вместо того, чтобы его бить, использовал свисток в третий раз Можно было сначала его как бы долбануть, а потом свистнуть Но что поделать Здесь с него появляется новая атака Нужно просто подпрыгнуть, и все будет окей Если он будет бежать дважды, ждите его, возвращается, еще раз подпрыгиваете Все ок Здесь я пробовал применять свисток еще раз, но как бы уже я понял, что как бы он не работает И что только три раза можно свистнуть Просто гляньте, как с помощью свистка вы очень легко практически полностью всю третью фазу можете пронести Вот и все У него даже концентрация закончилась чуть быстрее, чем хп Очень крутая битва на самом деле Просто заучиваете его муссет и получаете огромное удовольствие от самого сражения Мне очень понравился этот бой Получаем трофей за него, естественно Демон ненависти убит Ну а теперь будем уже двигаться к ласт боссу А, да, кстати, получаем с него 2 единицы лазурита Всего теперь 6 единиц лазурита И это максимум, который можно получить за первое прохождение К последнему боссу снова двигаемся от идола резервуар Асина Там, где мы сражались с копейщиком уже в этой серии Что-то здесь немножечко А, забыл, что нужно прыгать с ветки опять Окей В общем, ребят, предупреждаю сразу После убийства следующего босса После убийства мастера меча Асина Не делайте ни шагу Сразу закрывайте игру И делайте выгрузку сохранений на флешку или в облако Это очень важно Благодаря такому способу мы сможем получить сразу 3 концовки максимально легко Что вам больше не придется там убивать боссов по несколько раз У нас уже есть все предметы необходимые для концовок И 3 концовки получаются лишь благодаря выбору Вы в конце выбираете, какой предмет отдать божественному наследнику И получаете нужную концовку Ладно, теперь к самому сражению Если вы не видели это сражение Хотя, надо еще такие люди остались Которые не в курсе, что за сражение вообще с Иссином Асина Я думаю, все знают Здесь все тоже решается заучиванием Мусета Босс, ну, довольно сложный Он сложнее, чем демон ненависти Но опять же Если заучить Мусет, будет очень крутое Динамичное, красивое сражение Ну, первая фаза, в принципе, очень легкая Дальше начнется веселье Тут каких-то советов, в принципе, нет Да и быть, наверное, не может Есть всякие чизовые способы его убийства Можете поискать в интернете, если вам сложно, как бы, ну, убить его обычным способом Но, если же нет, то просто учите Мусет Учите Мусет и все будет хорошо Пожалуй, единственное, опять же, что меня бомбило на этом боссфайте Это потому, что я не мог использовать Микири Я прям вижу, что сейчас будет выпад Нажимаю на кнопку Какого-то хрена персонаж просто ничего не делает Я не знаю, либо Тоже у меня там почему-то Все еще не заканчивалась анимация предыдущего удара Либо еще что Но вот больше всего я горел Именно потому, что не получалось делать Микири Кстати Здесь Истин Асина мне на самом деле показался даже Более легким, чем он же во втором прохождении для концовки Сура Ну, возможно От того, что просто, как бы, второе прохождение уже на НГ+, И там, в принципе, противники сложнее Но, может быть, потому, что я не раскусил там все-таки Даже сейчас я все еще не раскусил Как драться с Истином Асина Именно в его последней фазе То, что он там будет бить огнем Это какая-то очень дурацкая сложная атака Я, как бы, в ней не разобрался Ну, ладно О другом сражении с Истином мы уже поговорим в следующей серии Кстати, следующая серия уже будет финальная То есть сегодня мы завершим непосредственно первое прохождение А в следующей серии я просто быстренько расскажу Что вам останется сделать уже на втором прохождении для получения платины Фаза с копьем тоже абсолютно не страшная Если вы знаете мувсет противника и все Как бы, киргрилл все упирается в мувсет Если не знаете, как избегать некоторых атак Ну, просто можете там, не знаю Посмотреть любой видос в интернете Ну, или даже на примере моего видео посмотреть Как это делается Как это делается? Видите, если не лажать То, как бы, полоску концентрации Очень быстро сносите Здесь, скажу честно Мувсет на третьей фазе, я знаю, плоховато Ну, как бы, это разумеется Потому что, как бы, чтобы дойти до третьей фазы Еще нужно пройти все первые, да? Как бы, поэтому особо сильно тут не позадрачиваешь Именно эту фазу Ну, как бы, особо новых много атак он не делает Все это мы видели Разве что это вот здоровенная комбинация Ну, в конце, опять же, он делает выпад Что можно спарировать Микири Когда он обьет молнией Главное, вовремя подпрыгнуть Как бы, с небольшой задержечкой Чтобы не попасться под этот удар Ай-яй-яй Закончилась концентрация у меня Поэтому немножечко огреб Вот, что-то я вместо, чтобы подпрыгнуть Решил заблочить лицом эту атаку За спину И все будет хорошо Опять Ну, что ж такое Знаю, что нужно делать И не делаю Осталось немножечко его, как бы, допрессовать И все окей Скоро уже концентрация у него закончится О, еще один Микирий готов Неплохое сражение получилось, конечно Так, еще раз напоминаю Все, убили Выходим из игры Выгружаем сохранение на флешку Или в облако Чтоб у вас был сейф Сразу после убийства Исина То есть, ну, как бы Не прямо сейчас Иначе вы сфейлиете бой А когда получите уже трофей За убийство Исина Все, можете выходить Все, можете выходить Разговариваем с Куру У нас будет выбор из трех вариантов Как я уже неоднократно говорил И просто по очереди выбираем все Начнем, как бы, ну, естественно, с первого Самое очевидное Выбираем первый вариант И получаем трофей Разрыв Узбессмертия Сам трофей вам выводит После титров Загружаемся Разумеется Снова возвращаемся к Куру И, как вы поняли Выбираем второй вариант Получаем второй трофей Ура И не поверите Повторяем процедуру Снова загружаем наш сейф Снова разговариваем с Куру И получаем третий трофей Возвращения дракона Следующая серия, ребята Возможно, выйдет с небольшой задержкой Но вы можете смело переходить на НГ+, И идти убивать всех боссов до Филина Самое главное Перед разговором с Филином Перед выбором на чью сторону встать Тоже сделайте бэкап сейва На этом все Пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА